Олег Анатольевич, добрый день! Здравствуйте! Рад вас приветствовать. Сегодня темой нашей беседы стали партия «Единая Россия», которая поддерживает Министерство труда Российской Федерации, о внесении изменений в Трудовый кодекс нашей страны. Как вы можете прокомментировать те меры, которые предлагается ввести в законодательство под предлогом улучшения работы организации предприятий во время коронавируса? Ну, я думаю, вначале надо вспомнить, как принимался Трудовый кодекс, и что это был Трудовый кодекс отрезки данной борьбы. Большие силы прогрессивных с теми, кто тянет общество и экономику нашей страны назад. Активными участниками этого процесса наши товарищи, в первую очередь Михаил Васильевич Попов, потому что, когда был предложен проект Трудового кодекса правительства, он носил очень эгрессивный характер, очень много было отступления от того, что привыкли в советское время, и в принципе он однобокий характер носил. Был предложен проект Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии, несколько депутатов содержали, и удалось внести в рейтинг голосования, занял очень серьезное место проект Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии. Это серьезно повлияло на весь процесс. Правительственный вариант был снят, и был создан Трудовой кодекс как результат компромисса между тем, что хотели капиталисты, и тем, что в ИПС их работающий класс. И в Трудовом кодексе, понятно, что в целом он носит вполне буржуазный характер, но в Трудовом кодексе есть позиции, которые встречают и позволяют организовать борьбу от трудовых коллективов, в первую очередь, рабочих, за свои интересы. Это касается и коллективных договоров, это касается роста заработной платы до уровня стоимости рабочей силы. Речь стоит об увеличении реальной заработной платы, есть статьи об этом. И в целом Трудовой кодекс позволяет ввести организованную планомерную борьбу за интересы, а значит за интересы всего общества, так как интересы рабочего класса является интересами, а не прогрессивными интересами всего общества и всего человечества. То, что сейчас делают, ну это не первая попытка. Отлично помним попытку четырехдневной рабочей недели, которую, по сути, хотели сделать уплотнением рабочего дня, вывести на 10 часов в следующий день. Хотели провести ряд позиций, которые ухудшали положение рабочего класса. Сейчас просто используют данную ситуацию, это понятно, что кому-то надо расплачиваться за кризис. Капиталисты всегда хотят, и буржуазные государства, которые на скорости не всегда, стремятся к тому, чтобы расплачивались рабочие. То есть те, кто производит материальный продукт. И с одной стороны, вроде бы, красиво так говорят, что запретим увольнение до конца этого особого периода, но в то же время уменьшить с двух месяцев до двух недель предупреждение о переводах на другие работы, изменение режима труда, заработные платы. Это, конечно, очень реквессивно, это реакционно. И, конечно, соглашаться на это ни в коем случае нельзя. Это ухудшает, в принципе, позиции рабочих и других трудящих. Уже есть по этому поводу ряд высказанных позиций, в том числе КПРР, которая выступила достаточно резко против этого. Я думаю, что этот период, который сейчас, нельзя считать его таким исключительно, прям чрезвычайным, чтобы проводить наступление на позиции рабочего класса. Но только с точки зрения борьбы и пропаганды против этого, конечно, это недостаточно того, чтобы восстановить эту тенденцию и обратить себя в тенденцию реакционную. Нужна организованная работа профсоюзов, борьба профсоюзов, борьба рабочих за свои интересы, за сокращение рабочего дня до шести часов, за создание рабочих профсоюзов, за превращение полуспящих многих профсоюзов, нынешних, в нормальные борьбы и организации, которые, по-другому, из точки зрения, за интересы рабочего класса. Используя в том числе и те позиции трудового кодекса, которые были подвинуты ходом рабочих. Я хотел бы обратить внимание на то, как эти инициативы, эти инициативы, эти поправки наше правительство, наш правящий класс пытался провести. Сначала прошло совещание партии «Единая Россия» 1 мая, на которое собрались представители Российского союза промышленных принимателей. Это же их праздник, они считают, что это их праздник 1 мая, наверное. И в новостях к этому мероприятию не было уделено никакого внимания. Между тем, все позиции были озвучены. Там был и Недведев, и Шохин, и кто у нас «Единая Россия» занимается профсоюзами? Исаев. Да, Исаев. Все они эти позиции озвучили. Но в СМИ был направлен акцент на то, что пожелали здоровья премьер-министру Мишустину. То есть я здесь вижу определенную манипуляцию, такое вот желание немножко затушевать свои антинародные инициативы. Я думаю, они понимают, что они делают, и есть определенный страх, наверное, или нет. Здесь их позиция довольно непонятна, и критиковать их довольно просто. Речь идет о борьбе за увеличение прибавочной стоимости, за то, чтобы отобрать у рабочих часть необходимого продукта, необходимого для нормального существования работы и развития рабочих и их семей. Это постоянная тенденция в капиталистическом обществе. Любой повод будет использован. Сейчас они не стремятся... Вернее, тактика такова, что не изменить непосредственно трудовой кодекс, а по-другому немножко выстроили тактику. В особых условиях дать полномочия правительству, принять закон о том, что правительство имеет определенные полномочия на изменение режима труда, режима трудовых отношений. И, конечно, в этом отношении... Все-таки они не ставят пока такой задачи изменить трудовой кодекс. И до периода, до 2021 года. Но эта тенденция в любом случае... Ее надо видеть. И самое главное, ее надо не только критиковать, надо противостоять этой тенденции, противостоять не только через отрицание этой тенденции. Если только отрицаешь, то результат будет в лучшем случае, что прекратятся подобные действия на какой-то период. А здесь необходима наступательная политика, наступательная стратегия и тактика рабочего класса, выраженная, прежде всего, в постановке задачи шестичасового рабочего дня. То есть эта тема сейчас развивается, тем более сейчас доказано на практике, что многие работники могут работать и меньше на удаленке. Кто там контролирует реально, сколько человек работал, если он справляется с своей работой. Ну, речь, конечно, не о рабочих идет в данном случае, а о работниках не физического, а умственного труда. Но показано, доказано, что справляется за 3-4 часа в день со своей работой. Значит, оказывается, можно, то, что за 8 часов делал в офисе, можно за 3-4 часа делать дома при правильной организации своего труда. К рабочим эта ситуация, конечно, очень жесткой стороной поворачивается. Несмотря на все эти ограничения, самоизоляции, карантины, полукарантины, затруднения в передвижении, большая часть производства работала все время. Я говорю не только о непрерывных производствах, но и многие производства просто-напросто работали. Наверное, это правильно. При первой санитарной организации труда вполне можно работать в этих условиях. Но надо понимать, что рабочие подвергаются в этой ситуации повышенному риску заражения. И это показано на многих добывающих предприятиях, вахтах, где сотни и тысячи работников оказывают ситуацию, когда часть зараженных, а их даже не могут, по сути, изолировать, не могут нормально лечить, и заставляют дальше продолжать работу, никаким образом не компенсируя эти риски. Объявлено было президентом, что нерабочие же дни с конца марта, нерабочие, что такое нерабочий день? Нерабочий день, это, по сути, выходной день, работа, которая должна оплачиваться в двойном размере. Раз должна оплачивать в двойном размере, надо и требовать, чтобы за этот период рабочие получали работу в выходные дни. То есть, это работа реально в выходные дни. То есть, в двойном размере. И вот такая постановка вопроса. И, кроме того, нужно требовать, чтобы в условиях такого риска рабочий день был сокращен. Например, если трехсменная работа идет на непрерывном предприятии, чтобы ввели четырехсменную работу по шесть часов. Потому что это работа в условиях повышенного риска. И платили за эту работу вдвое больше. Правительство показало, что когда начинают понимать необходимость, например, оплаты медицинским работникам, оно пытается это реализовывать. Не очень хорошо получается, с задержками, с какими-то хитростями. Но, тем не менее, увеличили период оплаты труда медицинских работников. И положительное в этой ситуации то, что сейчас вынуждено обратить внимание на то, чтобы необходимо развивать здравоохранение. Сохранять то, что было в советское время, систему санитарно-эпидемиологической службы. И зарплату врачам, другим медработникам нужно поднимать. И рабочие в этой ситуации не менее необходимы. Труд рабочих не менее необходим, чем труд медиков. Рабочие должны четко осознавать свои интересы и свои возможности. В этих условиях капиталисты, да, во многом вынуждены идти на уступки. И надо использовать эту ситуацию для движения своих интересов. Мне кажется, что в данной ситуации еще более актуальным становится вопрос появления партии рабочего класса, которая станет авангардным рабочего класса. Потому что сами рабочие, даже через профсоюзы, им достаточно сложно, скажем так, выступить организованно, единым фронтом, когда нет единого координирующего центра. И нет, допустим, четко выраженной и составленной повестки дня с четкими, конкретными экономическими требованиями. Потому что мы видим, что класс буржуазии имеет, допустим, свои партии, свои союзы, которые очень точно и правильно формулируют задачи. Идут в правительство и решают вопросы. Об этом еще писал Владимир Вячеславович, что у буржуазии все нормально настроено, они всегда могут зайти и решить свои вопросы. А у трудящимся, к сожалению, в этой ситуации сложнее. Насколько, как вы считаете, вопрос создания пролетарской партии, партии рабочего класса сейчас актуален? Ну, это создание такой партии актуально в 90-е годы и в 80-е годы. Потому что КПСС переставало быть партией рабочего класса. И создание партии рабочего класса тогда было актуально. И создавалась такая партия. И она сейчас находится становление рабочей партии России уже известно многим в нашей стране, как партия, стоящая на интересах рабочего класса и продвигающая эти интересы. Без организующей силы партийной ни один профсоюз, даже какая-то ситуация острая, доходит дело даже до забастовки. Успешно, допустим, развивается забастовка. Требования по погашению законов по заработной плате реализованы. Повысили даже заработную плату. Потом, что обычно происходит, если нет, организующие роли партий рабочего класса. Потом все затухает потихоньку. Активистов профсоюзных производится воздействие. Я это видел в нашем городе, как это происходит. И пытался этому противодействовать в одной из организаций городских. Но так как там, по сути, членов партии не было, то это не удалось сделать. Профсоюз проработал порядка семи лет, проработал успешно. Но капиталисты нашли ключики к активистам, нашли ключики к членам профсоюза, которых кого-то запугали, кого-то переманили. И разгромили эту организацию, которая на крупнейшем нашем предприятии работала и работала значительно успешно. Кто-то переметнулся просто из активистов на сторону капиталистов, кто-то отошел в сторону, кто-то по каким-то житейским проблемам переехал в другой город. И все это постепенно, постепенно затухло, а борьба капиталистов за свои интересы не затухает. У них есть наемные работники, у них есть свой интерес, есть наемные работники, есть менеджеры, часто довольно способные люди, неплохие организаторы. И противостоять этому можно только организовать в масштабах всей страны на основе того, что в таких организациях будут идейные люди, те, кто кого невозможно купить, сложно запугать, и тогда действительно такие люди становятся ядром работы, и успех тогда гарантирован. Если таких людей, довольно много, будет тысячи таких людей, организованных партий, организованных единой идеологией, проникнутых единой марсистско-лининской идеологии, и тогда это будет обеспечено. И если эта партийная ячейка будет состоять из самих рабочих, которые трубятся непосредственно у станка, то, наверное, эта ячейка... это проблема сейчас многих организаций, которые называют себя либо рабочими, либо российскими, и эта проблема становления рабочей партии, это то, что рабочих меньше, чем интеллигентов. Ну, интеллигенты, наверное, как-то в силу своей деятельности быстрее проникаются идеями, больше свободного времени, могут больше читать, изучать, общаться. Рабочие заняты не то, что по восемь часов, а мы знаем, что девять с половиной часов длится рабочий день в России у рабочих, и, конечно, свободного времени меньше, и каждый сознательный рабочий сейчас на счету ценность рабочих, которые готовы за свои собственные интересы бороться, сражаться с капиталистами в организованной борьбе, в профсоюзной борьбе, в том числе, конечно, ценность таких рабочих очень-очень значительна. И то, что в рабочей партии России принцип голосования таков, что всегда должны участвовать в голосовании, так построить голосование, чтобы большинство было рабочих, невзирая на то общее количество, которых находятся в собрании или на съезде, это очень правильная позиция. Это мало кто, не знаю, таких примеров, кто бы из партии записывали организацию так бы делал, но это определенная гарантия за руб того, что интеллигенты должны убеждать рабочих в той позиции, за которую они хотели бы провести. Интеллигенты не голосуют, например, многие интеллигенты не голосуют, но скажите, действительно проникнут в диалоги марксизма и ленинзма, у тебя не будет больших проблем показать рабочему, чьи коренные интересы состоят в продолжении маркса и предельства Ленина не будет проблемы обосновать свою позицию, рабочий поддержит такую позицию на основе, как говорили раньше, классового инвестиста даже. Ну, конечно, на основе сознания, которое проникает в рабочий класс. Задача партии это соединение идеологии марксизма, ленинзма с рабочим движением. Это основная задача партии. Хорошо. Спасибо, Олег Анатольевич. Предлагаю эту тему, тему изменений в трудовой кодекс, просто поставить на такой некий, на постоянный обзор, для того, чтобы наблюдать за ситуацией, потому что, когда правящий класс ведет политику обострения классовых противоречий, это, можно сказать, многим трудящимся открывает глаза и пробуждает в них классовое сознание. Соответственно, если мы будем освещать, этот процесс, мы увидим, как буржуазия ставит свои интересы, и в то же время мы покажем трудящимся, кто их враг, а кто их союзник. Ну, это я, конечно, согласен с этим. Есть дополнение, есть дополнение. Мало разоблачать, пробуждение классовое сознание это недостаточно. Представьте, человек пробуждается только, пробудилось. и пробудился, и что он сразу действует. Нет, ему надо осмыслить, что происходит, ему надо принять душ, поесть и так далее, чтобы прийти в вполне ясное сознание, в рабочее состояние прийти. ВИЧ идет не только о том, задача состоит не только о том, чтобы разоблачать это само собой. Они себя часто сами разоблачают, довольно активно, своей сейчас наглостью и такой вот последовательностью своих действий. Многим становится понятно, что в чьих интересах они действуют, но этого мало. Необходимо ставить задачи, задачи в том числе на опережение, задачи до сегодняшнего дня, задачи не только связаны с законодательством, не столько законодательством, только с конкретными действиями в трудовых коллективах. И эта задача, это надо вам говорить постоянно, до тех пор, пока это не станет общественной идеей, которая, как вы знаете, приобретает определенную силу значительную. Это задача шестичасового рабочего дня, задача увеличения заработной платы до уровня от где-то и выше стоимости рабочей силы и задача организации рабочего класса в рабочую партию, которая влияет на ситуацию, является авангардом рабочего класса, влияет на профсоюзы, на другие общественные организации. То есть, когда ставятся такие задачи, тогда уже вопросы законодательства, ну, не будет в ужасном обществе законодательства интереса рабочего класса. законодательства поменяется, поменяется тогда, как мы знаем из истории, тогда, когда произошла революция, произошла революция в 15-м году, после этого были приняты декреты, а не до этого. Некоторые сейчас носятся с идеей, они говорят, вот давайте Конституцию Советского Союза вернем, и все тут вернется по отмановению волшебной палочки. Ну, не конституция, это просто вот этот идеализм, который вводит многих людей в сторону от настоящего направления борьбы, от направления главного удара. Главный удар это 6 часов в рабочий день, увеличение заработной оплаты, уровня стоимости рабочей сил и организация рабочего класса, развитие ее авангарда. И тогда как говорили наши великие предшественники, и тогда победа обеспечена. Этого нельзя добиться без непосредственной работы партийных активистов в трудовых коллективах? Совершенно правильно. Это сейчас полевая работа, работа в трудовых коллективах сейчас одна из самых нужных и полезных видов полезных и полезных партийных очень классов. Большое спасибо, всего хорошего, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...